На прошлой неделе столичная мэрия, призвав КАМАЗ в качестве технологического партнёра по перезапуску бывшего завода Рено, вновь пообещала оперативно воскресить замерзшее производство, что теперь именуется московским заводом «Москвич». Во время презентации стратегии гостям мероприятия даже показали изображение автомобилей, которым вроде как предстоит встать на перезапущенный конвейер. Это оказались четыре кроссовера и один седан. В опубликованных картинках эксперты моментально опознали модели марки «Джак», которые, видимо, ради пущей конспирации были лишены фирменных логотипов. Что было вполне логично. «Джак» — давний товарищ КАМАЗа. Вот только пресс-служба грузового автогиганта поспешила сходу выпустить опровержение. Дескать, в серию пойдут совсем другие машины, а изображения «Джаков» попали на слайды презентации чисто случайно. По нашему мнению, «Джак» тут всплыл преждевременно. Поскольку все — от федеральных чиновников до рядовых автомобилистов, хотят немедленного результата, то власти пытаются выдать этот результат любыми способами. И иногда выходит фальстарт. Предположим, что китайская сторона пока не согласовала, чтобы её модели стали москвичами. Тем более, что КАМАЗ сейчас находится под адресными ограничениями со стороны США. Но обещание возродить выпуск легковушек до конца года надо выполнять. Поэтому новоиспечённый владелец московского завода, похоже, рассматривает вообще всех возможных претендентов на локальную сборку. Так, в интервью RTVI глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Маслем уверенно заявил, что под возрождённым брендом «Москвич» хотят выпускать иранские автомобили Иран Хадро. Напомним, что седаны этой марки некоторое время продавались на российском рынке. Правда, в 2009 году производитель свернул поставки из-за экономических санкций против Ирана. Однако после этого компания многократно предпринимала попытки вернуться. В нынешнюю гамму производителя входят несколько машин, построенных на лицензионных платформах старых Peugeot — 405-го и 206-го. Это техника образца 1987-го и 1998-го годов, соответственно. Пресс-служба завода «Москвич» не подтвердила, но и не опровергла информацию о договорённостях с Ираном. Оно и логично — переговоры сейчас ведут не только промышленники, но и дипломаты, и торговые палаты, и другие подобные организации, не очень связанные с автоиндустрией. К тому же на начальном этапе возрождения, собирая машинокомплекты, «Москвич» может получать их и от разных производителей. Кстати, по собственной информации телеканала «Автоплюс», на отечественный рынок активно зазывают автопроизводителей из Индии, но те, включая огромный концерн «Махиндра», пока осторожничают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова